Здравствуйте, мои дорогие женщины! Итак, наконец-то первый выпуск долгожданного блога Бьюти, в котором я буду с вами делиться секретами своей красоты. И в первой части речь пойдет об уходе за кожей лица. Я раскрою основные моменты и небольшой секретик, который я использую лично для себя. Так, чтобы кожа выглядела красивой, молодой и ухоженной, конечно же, она должна быть всегда увлажненной. Это основа, это самое главное. Поэтому желательно каждый день или хотя бы через день делать увлажняющие масочки. 20-15 минут можно полежать с маской в день, расслабиться, чтобы кожа отдохнула и напиталась. Обязательно использовать увлажняющий крем и с утра, и на ночь. Перед кремом, конечно же, лосьон. И вот он секрет. Я всегда, каждый день использую масло. Или на ночь, или с утра под крем обязательно кладется масло. Значит, с маслом надо быть осторожной при выборе масла, потому что в основном масла сушат. Я сразу вам скажу, что у меня абсолютно все, и кремы, масло, и маски, и даже средства ухода для тела, все фирма Биологик. Вот я принесла с собой несколько баночек, чтобы вам показать. Это маска. Вот. Это маслечко вот такое. Эту косметику, в принципе, несложно найти. Даже можно у моего косметолога, да, я как-то говорила о ней. Это не такая уж дорогая косметика, как Вальмон или Целкосмет, но она очень натуральная. И я вот отказалась от Целкосмета и Вальмона в пользу этой косметики, потому что она натуральная, хранится недолго, пахнет невкусно, скажем так, без отдушек. Что, конечно же, говорит о ее натуральности и пользе. Ну, и даже если просто почитать здесь состав, ингредиенты, это очень натуральная. И, ну, видно, что полезная косметика, там, семечки разные, там, семена, пшеницы, ростки, вытяжки, там, масел, все. Сразу, когда берешь эту косметику в руки, читаешь, понятно, что она натуральная. Вот. Конечно же, надо обязательно использовать и лосьон, как я уже говорила, и крем. У меня все одной фирмы. Если вы не можете по каким-то причинам ее использовать, может быть, у вас аллергия или вы не можете ее найти, неважно. Можно использовать, продолжать свою косметику, к которой вы привыкли, но обязательно добавить увлажняющую маску. Также в качестве увлажнения очень хорошо идут огурцы. Огурцы, если вы не можете найти себе маску, допустим, да, а уход хотите сделать именно сейчас, стать красивой и резко, вот. То режете обычные огурцы, кладете себе кружочками, тоже полежали, отдохнули, огурчики сняли, когда они нагрелись. И взяли жирный кефир или жирную сметану и тоже просто намазали лицо. Это очень хорошо увлажняет лицо. То также, думаю, все знают, это хорошее средство, если вы обгорели на солнышке. Вот, ну, также это можно использовать как очень хорошее увлажнение. И масло. Значит, если вы не нашли себе, не подобрали биологиковское масло, подберите, например, ну, надо, конечно, обратиться к специалисту, чтобы не пересушить кожу. Очень хорошее масло в Лос-Анджелесе мне попалось абсолютно случайно из семян морковки. Вот такое вот необычное масло из семян морковки волшебно увлажняет кожу. Буквально через два дня любая сухость на коже, даже аллергическая, пропадает. И у вас результат прям так налицо. Вот, ну, это масло достаточно сложно найти. Подберите какое-то масло себе, поговорите со специалистом, которое именно вам подойдет. И на ночь под крем или с утра под крем обязательно используйте масло. Тогда кожа будет сиять и будет увлажненной. Вы меня часто спрашиваете, почему так сияет кожа. Так вот, это основной секрет. И еще один небольшой секретик, который я сегодня вам расскажу, это баня. Я обязательно раз в неделю хожу в баню и натираю там лицо кофе. Просто гуще кофейной, без сливок, как многие рекомендуют. И просто с водичкой натираешь личико и оставляешь тоже минуту на 10 можно. Помимо того, что идет увлажнение от кофейного масла, еще идет небольшое окрашивание. Если вы вечером идете на какой-то вечер или в ресторан, то я часто это использую как такой легкий тон. И хочется выглядеть загорелой, то кофе дает такой очень красивый, легкий, легкий, естественный цвет загара. Заодно это и скраб для лица, и массаж. Вот такой вот еще секрет. Секрет, наверное, в этом блоге мы закончим насчет увлажнения лица. В следующем я раскрою следующий интересный секрет. На этом я прощаюсь с вами. До скорых встреч в прямом эфире.